С вечной музыкой в душе так легко бежать к мечте, вместе к цели добираться, трудности преодолеть, всем преградам улыбаться, научиться боль терпеть, дом единства, храм любви. Вместе мы хотим построить, пусть далекая мечта, не бежать сегодня стоит. Эти строки самая пожилая участница забега, 72-летняя Светлана Хисамудинова, сочинила буквально на бегу. В проекте она принимает участие добрую часть своей жизни. Ее называют миролюбивой странницей или послом мира. Ее личный рекорд – это 16-суточный забег в Нью-Йорке. Это было в 2001 году, тогда она пробежала 1600 километров. Сегодня уже ровно месяц, как она и 27-летний фотограф Влад бегут по восточной ветке России от Владивостока до Уфы. Так сложилась жизнь, может быть, я в каком-то свободном таком полете, потому что у меня росла без родителей, так семья не сложилась, и у меня вообще родных никого нет. Но день великий для меня настал, так мир семьей и семьей встал. Ну так вот, знаете, судьба ваша у каждого своя. Мир – это не отсутствие войны, а присутствие любви и добра в сердцах. Под таким лозунгом международная эстафета «Бег мира» проходит в 140 государствах мира. Ее инициатором стал багладешский проповедник и общественный деятель Шричин Мой. Сегодня проект вмещает в себя здоровый образ жизни, развитие массового спорта, культурные и дружеские связи между людьми разных стран и регионов. В постоянном движении и победах над собой, говорят участники, и есть великая сила. Сама бегу уже около пять лет, но сначала бегала по Латвии, но у нас Латвия маленькая, получается где-то четыре дня. Мне хотелось именно побольше, чтобы почувствовать, что это очень такая большая радость, что ты можешь что-то другим дать от себя, свою радость, добрую волю, что люди отвечают, едут в машинах, останавливаются, держат факел, мечтают о мире. Потом и приехала в Россию два года назад. К нынешней группе в 11 человек возможно присоединятся и другие люди, как, например, сегодня ангарская юношеская команда футболистов «Соник» и бурятский хор «Туя». Главный символ эстафеты – международный факел. Чтобы его зажечь, в США съезжаются представители ста стран мира. Дальше у спортсменов курс в Новосибирск. На Байкале они уже побывали. Говорят, что у Сибири очень красивая и нетронутая природа, которую нужно беречь и сохранять. В Уфу спортсмены рассчитывают прибежать 5 августа. Спустя три месяца после старта. Азия! Ангарск! 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 Ура! Яна Попова, Владимир Селиванов. Местное время.